Мама, нет, не пойду к стоматологу. Мама! Ай, 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 ой, как зуб заболел, ой. Мам, мам, дай водички попить. Водички? Макс, садись завтракать. Не, не, мам, что-то не хочется, я водички попью, ладно? Хм, странно, Макс и не хочет завтракать. Ай, ой, ай. Макс, а у тебя совершенно случайно зубик не болит? Не, не, мам, не, не болит, просто вода очень холодная, ага, я пойду, ладно? Макс, покажи мне свои зубки. Да, мам, Макс, ммм, аааа. А, вот так добрый день, Макс, нам нужно идти к стоматологу. Мама, нет, не пойду к стоматологу, мама. Макс, да, 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 пойдем, быстрее стоматолог вылечит, быстрее зуб пройдет. Не хочу, не хочу к стоматологу, не хочу. У меня уже прошел зуб, мама, прошел. Здравствуйте. Здравствуйте, еще занято, подождите, пожалуйста, в коридоре. Мам, мам, ну вот видишь, там занято, давай не пойдем, а то что один тут просидим, прождем, пойдем, зуб уже почти прошел. Макс, да ну ты что, там всего один человек, сейчас быстро и наша следующая очередь, посидим, подождем. Подождем, подождем, не хочу я никого ждать, к стоматологу я не хочу. Макс, ты далеко собрался? Нет, мам, скучно тут сидеть, я похожу, посмотрю что-нибудь. Объявление почитаю, вдруг стоматолог уже сейчас работу свою заканчивает, некогда ему со мной возиться. О, перечень категории граждан, имеющих право на обслуживание вне очереди. Ага, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, беременные женщины и женщины с малолетними детьми. Хо, я ведь не малолетний, я-то уже большой, значит нам без очереди нельзя. Мам, мам, может все-таки не пойдем, зуб-то уже прошел, пойдем домой. Прошел, говоришь? А хочешь конфетку? О, конфетку хочу. Ой, 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 не, не, мам, не, я потом съем, ладно, дома. Ага, а то что в больнице тут, в поликлинике конфетки кушать, не, не, не. Да мне сейчас к стоматологу нужно, чтобы зубки чистые были. Ой, как бы я конфетку-то съел. Ой, ну вот, Макс, там свободно, пойдем быстрее. Пожалуйста, заходите. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Извините, можно я рядом с вами присяду? Так тяжело стоять. Ой, 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 ой. Да, да, конечно, садитесь свободно. Ой, как я вас понимаю, да. Макс, ну что, пойдем давай быстрее. Сейчас, мам. Так, беременные женщины принимаются вне очереди. Проходите, пожалуйста. Вы можете пройти без очереди. Пожалуйста, проходите. Что вам сидеть тут ждать? Проходите, проходите, пожалуйста. Макс, ну сейчас же наша очередь. Пойдем быстрее. Доктор уже ждет. Мам, мам, не, там написано, что беременные женщины без очереди. Поэтому сейчас не наша очередь. Мы еще подождем. Да, и давно ты у меня стал такой культурный. Проходите, пожалуйста, мы вас пропускаем. Ой, большое спасибо. Какой у вас культурный мальчик. Просто здорово. Когда зуб заболит, не таким культурным станешь. Ну что, мам, может не будем ждать? Долго все это? Ну уж нет, мы уже пришли, значит будем ждать. Здравствуйте, кто последний? Мы последние. Мам, мам, ну ты что, посмотри, какой у нее живот. Надо ее пропустить. Там же по правилам написано. Мама, проходите, пожалуйста. Будете перед нами. Ой, да, спасибо большое. Какой у вас культурный мальчик. Спасибо. Сегодня он прям чересчур культурен у меня. Заходите следующий, пожалуйста. О, а вот ваша очередь. Заходите, заходите, пожалуйста. Так, Макс, давай договоримся. Мы уже двоих пропустили. Пойдем в следующие, хорошо? Хотя вряд ли. Еще третье придет. Но все может быть. Так, все, нам тоже нужно вылечить твой зуб. Я не могу целый день здесь сидеть. О, мама, здорово. Я тоже не могу здесь целый день сидеть. Пойдем быстрее домой. Да ну сейчас, Макс. Макс, мы следующие. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Здравствуйте. Кто последний? О, опять? Ха-ха. Вот это мне везет. Проходите, пожалуйста. Вы следующие. Ура. Мам, пойдем домой. Мы все равно не успеем. Врач через час заканчивает прием. Ура. Побежали, побежали. Макс, ну как же твой зуб? Раз, два пациента. К сожалению, смогу принять только кого-то одного. Кто не успеет, обращайтесь, пожалуйста, в поликлинику номер два. Там врач работает до вечера. А? Что? Где врач работает до вечера? Ой, такой план сорвался. Ну вот, пойдем в другую поликлинику. Твой зуб все-таки нужно вылечить. Мам, мам, ну там, наверное, тоже очередь. Мам, мам, а девочек нужно пропускать? Мам, мам, ну что, нужно? Спасибо, доктор. Да, до свидания. Ой, мальчик, извини меня, пожалуйста, вставай. Макс, с тобой все в порядке. Ой, а что это? Макс, это случайно не твой зуб? Ох, точно, это мой зуб. И он теперь не болит, потому что он выпал. Ха, здорово. Мама, мы не пойдем в другую поликлинику. Зуба больше нет. Спасибо вам большое. Вы помогли мне вырвать зуб. Ха, мам, мам, дай зубик, я его под подушку положу. А фея зубная принесет мне денежку. Вот так сходили к стоматологу. Ха, здорово сходили, здорово, мне понравилось. Ну что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Доринелка. Ну, подписывайтесь. Ставьте лайк, пальчик вверх. Пока, пока. А вы боитесь стоматолога? Я не боюсь. Уже не боюсь. Ну пока, следующий зуб не заболит, не боюсь. Мам, пойдем домой. А, кстати, где моя конфетка? Ты хотела дать мне конфетку. Тридцать тысяч? Мама, мама, ну давай, Кори, у меня есть копилки. Двести рублей, я добавлю. Собачка, дай лапу. Молодец. Собачка, побежали со мной играть. Ну, ну побежали же. Ну, ну чего ты не бежишь? Побежали. Ну, ну собачка, дай лапу. Ну, молодец, побежали. Хоп. Какая странная собачка. Ух ты, какой щеночек. Привет, как тебя зовут? Ой, а что ты скулишь? Что случилось? Катя, да он поиграть хочет просто. Пойдем, пойдем. Как там у тебя? Шарик, Турик, пойдем. Ой, Макс, ты знаешь, по-моему, он не может встать. Собачка, собачка, что с тобой? Ай, ой, вот скулил. Макс, по-моему, у него болят лапки. Пойдем срочно отнесем его домой. Мама, мама. Мама, мама. Что, Катя? Что случилось? Мама, мы с Максом нашли собачку. И, по-моему, у нее больные ножки. Она не может ходить. Ее нужно срочно к ветеринару. Мама. Ой, какой миленький щеночек. Макс, дай я посмотрю. Ой, ну да, он скулит, когда я трогаю его за лапки. Ай-яй-яй, он и правда чем-то болен. Ребята, Макс, Катя, Макс, пойдемте быстрее отнесем его к ветеринару. Что-то долго там доктор смотрит нашего щеночка. Такой прикольный щенок. Как жаль, если его не смогут вылечить. Доктор, доктор, ну что с ним? Что с ним с таким маленьким, маленьким щеночком? Почему у него ножки не ходят? Хм, вы знаете, мне кажется, это брошенный щенок. И от того, что он жил на улице, у него некоторые проблемы с конечностями. То ли перелом, то ли какое-то воспаление. Сейчас я сделаю рентген и все вам расскажу. Все, как я и думал. Что, что, доктор? У этого щенка переломы всех конечностей. Ему понадобится длительное лечение. И пока для какого-то передвижения с ним нужна будет коляска. Я так понимаю, это уличный щенок? Вы готовы взять его домой? Или унесете обратно на улицу? Нет, нет, доктор, вы что? Нам так понравился. Это, кстати, девочка или мальчик? Такой милый щеночек. Мы его на улицу обратно не понесем. Мы будем его лечить. Хм, только вот где нам взять коляску для собаки? Это уже вопрос. Доктор, выписывайте нам лечение. Мы что-нибудь придумаем. Катя, Макс, мы оставим этого щеночка. Кстати, это девочка. Придумайте ей кличку. Оставим себе. Она очень заболела. У нее сломаны все ножки. И нам нужно найти для нее коляску. Чтобы хоть как-то была возможность с ней гулять. А месяца через два доктор обещал ее полностью вылечить. Да перестань. Ура, ура. У нас будет новая собачка. Ура. Как здорово. Макс, Макс, а давай назовем ее Лиза. Не он. Давай назовем ее... Ну вот, у тебя все равно вариантов нет. Давай, Лиза. Ну ладно, уговорила. Все равно ничего придумать не могу. Здравствуйте. Нам нужна коляска для собачки. Коляска для собачки? Хм, это что-то новенькое. У нас очень много колясок, но они, как правило, для детей. Хотя, в принципе, вы можете на них покатать и собаку, если вам так нужна коляска именно для собачки. Нет, нет, нет. Вы знаете, нам бы хотелось специальную. Специальную для питомца. Хорошо, хорошо. Сейчас посмотрю по компьютеру. Может, у нас в других магазинах есть. Так, так, так. Ага, ага. А куда она бежала? Так, быстро? Не знаю. Мам, пойдем в другой магазин, раз здесь нет колясок для собак. Ну что ж, неправда. Пойдемте. Тем более продавец куда-то очень быстро ушел. Стойте, стойте, не уходите. Смотрите, какое чудо я вам привезла со склада. Только сегодня, оказывается, привезли. Это коляска для домашних питомцев. Я и сама не ожидала, что такие бывают. Вы посмотрите. Вашему щеночку будет очень удобно в ней. Ох, ух ты, какая чудесная коляска. Катя, Макс, идите скорее смотреть. Ух ты, трехколесная, с корзинкой внутри и с капюшоном от дождя. Ну что. Кстати, Катя, Макс, вы придумали кличку нашей собачки? А то я все собачка да собачка. Да, мам, это будет Лизка. Давай, примерим ей коляску. Вдруг подойдет и мы ее купим. И пойдем с Максом гулять. Пойдем с Максом гулять. Коляска для собак, супер. Ну что, Лизка, иди в коляску. Мама, мама, смотри. Ей так нравится. Эта коляска ей очень-очень супер подошла. Еще и место осталось на вырост. Надеюсь, все твои ножки починят уже. Здорово. Коляска для домашнего питомца. Да, пожалуй, нас устраивает эта коляска. Сколько она стоит? Ой, да немного, немного, не расстраивайтесь. 30 тысяч рублей. Совсем немного. Но она вам так подошла. Посмотрите, ваш питомец просто в восторге от нее. 30 тысяч? Мама, мама, ну давай, Коби. У меня есть в копилке 200 рублей. Я добавлю. Мама, мама, а у меня 700. И я добавлю. Эх, что только не сделаешь ради любимого домашнего питомца. Хорошо, мы покупаем эту коляску. Ну что, Лизка, поехали. Завтра еще к доктору. Тоже поедем на коляске. Коляска для собачки. Здорово. Ну что, ребята, пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Довинелка и смотрите новые мультики. Пока-пока. А этот прекрасный щеночек Лизка теперь будет жить с нами. И представляете, мы нашли ей коляску для собак. Здорово. Будем ждать, когда ее ножки заживут. И будем гулять с ней на площадке для собак. Да, Лизка? Пока-пока, ребята. А у вас есть домашние питомцы? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто именно и как его зовут. Пока-пока. Ух ты, вышли новые мультики, новый сезон. Сейчас посмотрю. Хотя нет, нужно взять что-нибудь перекусить. Мама! Мам, можно я возьму вот эту шоколадочку? Подожди. Не, мам, некогда. Я шоколадкой перекушу, ладно? О, Катя, а где ты взяла шоколадку? Макс, где взяла, там больше нет. Не мешай, я смотрю новую серию. Катя, Катя, ну если там больше нет, где ты взяла, отломи кусочек, брату. На, на, держи, держи. Вот что такой маленький? Катя, у тебя целая шоколадка, а ты брату вон какой микрокусочек отломила. Ну ладно. Спасибо. Ух ты, ух ты. Ой, а что, я всю шоколадку съела что ли? На паузу поставлю, хочется еще что-нибудь сладенького. Мама, мама, у нас есть еще какая-нибудь печенюшка или конфетка? А может тортик, мама? Катя, ты что, больше конфет и шоколадок не дам. Я сама тогда возьму. Вот здесь в шкафчике точно есть какая-нибудь конфетка. О, там целый торт. Еще тортик, ура. Что-то я ничего не понимаю. Все шкафы обсмотрела, а торт найти не могу. Куда я его положила? Странно. Где-то был. Я хотела на ужин угостить детей вкусным тортом, а его нет. Мам, мам, а ты на ужин с чаем тортик обещала. Где тортик? Макс, я сама ума не приложу, куда делся торт. Вот, возьми фрукты, перекуси. Торт пропал. Фрукты? Я и так хотела покушать торт. И так Катя, наверное, его съела. Сладко ешка. Целый день только конфетки, тортики и пироженки. Скоро ни в одни ворота не влезет уже. Будет толстое, притолстое. Катя, признавайся, это ты тортик скушала, который нам всем был на ужин. Не знаю, Макс, отстань. Не видела никакой торт. Ой, а что, у меня уже ничего не осталось? Макс, а сколько времени? Ты что, так еще с утра и не вставала? Ничего себе. Уже девять вечера, спать пора. Ой, ну вот последний, последний посмотрю и спать точно-точно. Катя, спокойной ночи. А, убирай телефон. Убираем телефон и ложимся спать. Кстати, ты не знаешь, куда делся торт? Не, мам, не знаю, можно еще минуточку посмотрю? Хм, очень интересно. Был торт и исчез, и никто не знает, куда он делся. Одну минуточку только, Катя, одну минуточку. Ай, уже что, утро что ли? Я вроде только-только заснула. Ничего не понимаю, мое платье не застегивается. Совсем никак. Как? Хм, уменьшилось что ли за ночь? Мама, мама, помоги мне, пожалуйста, платье застегнуть. Оно на мне почему-то сегодня не сходится. Ой, Катя, ты знаешь, оно тебе мало. Мне никак не застегнуть. Это как это мало? О, Катя, ты посмотри на свой живот. Конечно, тебе все платья станут малы. Живот? Хм, живот как живот. Ну, большой немножко. Ого, Катя, доброе утро. Ого, а ты чего такая толстая? Ого. Катя, по-моему, тебе на диету пора. С таким-то животом. Хе-хе-хе, ничего себе. Ой, да ладно, Макс. Какая диета? Пойду, мам, печенюшек попрошу, позавтракаю. Ай, ай, ай-яй-яй, как же мне встать? Этот живот не мешает. Макс, помоги. Хе-хе-хе, Катя, я же говорил, вредно есть много пирожных. И торт съесть, который всем предназначался. Хе-хе, на полу валяется, на пузе кувыркается. Хе-хе, кто это? Катя. Ну, давай, помогу тебе встать, Колобочек. Колобочек, Колобок. Ну, хе-хе, не знаю. Катя, ты, наверное, 100 кг уже весишь. Макс, за какие 100 кг? Сейчас я взвешаюсь. Что там, что, Макс, что? Мало там, да? Я из этого живота даже не вижу. Там что, 100 кг, что ли? Ага, Катя, ровно 100. Хочешь песенюшку, будет 101. Да ну не может быть, это весы, наверное, сломались. Нет, ноль показывает. А если встану? Если встану, 100. О, может, у меня тапочки такие тяжелые? Ага, тапочки. Это потому, что ты сидишь и пироженки ешь, а больше ничего не делаешь. Поэтому 100 кг. Ого, в школе расскажу, что у меня сестра весит 100 кг. Ого, вот это да. Катя, тебе срочно-срочно надо на диету. На диету? Да, а еще лучше спортом позаниматься. Побегать, попрыгать там. Ну да, если пироженками и тортиками увлекаться, а еще на диване валяться, можно в 100 кг превратиться. Срочно, срочно нужно сделать зарядку, а потом пойду бегать на стадион. Макс, посмотри, пожалуйста, у меня что-то на телефоне там сбрякало. Катя, так тут это напоминание, что сегодня выходит еще одна новая серия. Смотреть будет? Эх, конечно буду. И только одну серию. Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дринелка и смотрите новые мультики. Пока-пока. Эх, сейчас бы шоколадку. Хм, да, фруктовую.